У меня сегодня в гостях моя племянница, она решила, что принять участие в нашем обсуждении. Подготовила, познакомьте, это Аня. Анна Сергеева Вадимовна. Всё, Анна Сергеева Вадимовна у нас будет сегодня присутствовать. У нас тема сегодня, Наташа, мы всё уронили, и другие вопросы. Кратко расскажу, человек просто будет присутствовать, чтобы контролировать, чтобы что? Чтобы я всё по плану рассказывала, да? Вот как я себе придумала, так нужно и рассказать. Человек мне выдал ручку, чтобы у меня мысль никуда не потерялась. Всем привет! Кратко. Значит, хотела поделиться то, что я вообще думаю по этому поводу. И не только я, но и люди, с которыми мы довольно, так скажем, в одном направлении резонируем. И у нас похоже восприятие того, что произошло. О том, что я для себя, как я сделала наблюдения в общении с другими людьми, какая реакция была у нескольких групп, да? Как я их обобщила. Обобщила. И на несколько вопросов ещё отвечу, которые мне приходили в личные сообщения. Значит, буду двигаться по плану. На что я обратила внимание в первую очередь? Это на, в целом, по крайней мере, в моём инфополе, это была достаточно адекватная реакция. Меня это порадовало во мне самой. То есть у меня первая возникшая реакция, мне было интересно, мне было любопытно, что происходит. Кстати говоря, у меня не было вот этой первой мысли, что вот это тот самый блок-аут, о котором часто упоминается много где. У меня просто было такое интересно, чем это всё обернётся. Так, ребят, я вижу все привет, глаза, сердечки. У меня в эфире сегодня моя племянница Аня наблюдает за тем, чтобы я не потеряла свою мысль. Вот, как по традиции мы с вами обсудим, да, какие-то ваши комментарии, вопросы, если какие-то есть, на всё это по традиции я отвечу позже. Первая реакция у меня и у многих, как я уже сказала до этого, с кем я резонирую, было любопытство. И причём это любопытство было радостное. Мы сейчас с вами учимся разговаривать с душой и видеть ситуации и события, пропуская их через интуицию, через сердце, через своё внутреннее ощущение того, что происходит. Моё первое внутреннее ощущение было, что это что-то интересное. Не было никакой паники, не было ощущения, что происходит что-то негативное. У меня было чёткое ощущение того, что происходит что-то, ну, минимум интересное. Вообще внутри у многих было именно какое-то, знаете, такое предновогоднее настроение. И нам тут демонстрируют вот это предновогоднее настроение. И что это из ряда вон выходящее событие. Вот это то, на чём я бы хотела акцентировать внимание. Это было действительно что-то неординарное. Я не помню на своём веку, чтобы что-то подобное случалось. И я думаю, что неважно в итоге, да, там, чьих это рук было дело, что было важно для меня, это какие я выводы сделала из этого. И такие, возможно, сделают выводы другие люди, которые прожили эту ситуацию. Уже начинают ходить мемы, что я пережил в 20-м году, значит, пандемию. В 21-м я пережил отключение Инстаграма на 5 часов, да, и Ватсапа. В общем, вот этот настрой тоже мне нравится. Это классно, и в коллективном такое, так скажем, у меня ощущается приподнятость духа. Реакции в окружении, которые я заметила, всё-таки мы сегодня, да, поговорим больше о том, насколько наше коллективное сознание сейчас и каким образом воспринимает какие-либо события, да, в физическом плане. Потому что это напрямую связано с тем, как мы, как коллектив, будем дальше развиваться и в каком направлении мы пойдём. Так как мы с вами сами сотворцы реальности и никакие предсказания больше не действуют, мы сотворим то развитие событий, которое будет максимально в коллективе, да, так скажем, сфокусировано. На чём будет сфокусировано коллективное внимание. Радостно было, снова повторюсь, что общее настроение было приподнятое, я почувствовала приподнятость. Была группа людей, которые находились в напряжении, и напряжение это было связано с тем, что пришло осознание многих, что многие сферы жизни людей завязаны именно на вот этих трёх, да, глобальных соцсетях, которые вчера упали, да, которые... Ну давай, ты ко мне приходи, если что. Да, я приеду, если кто-то... Всё, хорошо, Аня, поняла. На которой глобально могут быть завязаны какие-то сферы жизни, и они многим показали, что это ситуация не только, да, людям, которые понимают более широкую картину происходящего, но и, так скажем, тем, кто пока ещё в таком полудрёме находится, что это выдернуло из зоны комфорта. То есть появилось напряжение, появилось вот это состояние, а что мне делать, да, я не могу связаться по WhatsApp, я не могу зайти в Instagram, особенно если это напрямую связано с коммуникацией, с заработком, с интернет-магазинами. У многих, да, сейчас онлайн-деятельность, поэтому, конечно, для многих это было, ну, таким... с такой стрессовой ситуацией, именно касающейся этих аспектов. Также было, я почувствовала у небольшой тоже группы людей раздражение от происходящего, и было это связано с тем, что, ой, там, угомонитесь, ничего особенного не произойдёт, и это уже, как вижу, это я, была некая проекция, возможно, каких-то внутренних переживаний, что, вроде как, все там чего-то ждут, какой-то манны небесной, что вот в один день всё переменится, и, ну, в общем, что это всё не случается, да, и уже такие, так, не знаю, как это объяснить, у меня такое впечатление, что, знаете, что... ну, в общем, идёт, и, в общем, и что такого, что отключили эти соцсети, и, в общем, и ничего всё равно не произойдёт. Вот. Вот. Я в какой-то степени с этой позиции согласна, да, отключили соцсети, ничего такого не произойдёт. И ничего такого не произойдёт, то есть мир от этого не разрушится, и у каждого появились какие-то свои, на этот счёт, мысли, и мне было классно, что была возможность нам общаться через Телеграм. Да, многие увидели, что наш Телеграм-канал оживился, потому что я начала коммуникацию активную там, и мне было интересно отслеживать те новости, которыми делились те каналы, на которые я подписана, как русскоязычные, так и англоговорящие. Я не буду вдаваться здесь, да, в детали того, что с технической точки зрения там действительно происходило очень много интересного. С точки зрения также развития событий, в том числе происходило огромное количество интересного. Но мы понимаем, и многие из нас знают, что большая часть событий всё равно так или иначе проходит за кулисами, и, ну, истинную картину мы пока что с вами мало кто знает, да, все составляющие того, к чему привела эта ситуация, и к тому же, если мы с вами помним то, что это очень сложная, многоходовая, так скажем, шахматная игра, здесь очень-очень будет интересно следить за тем, как будут развиваться события. Так, на что подталкивают, на что подтолкнуло, да, что, конечно же, необходимо подготовиться, не то чтобы подготовиться, что вот это обязательно случится, а это событие привело к мысли о том, что если вдруг подобное что-то повторится, каким образом мы будем взаимодействовать, взаимодействовать, естественно, со своими близкими и родными, в первую очередь, да, с людьми, которые, например, не совсем в курсе того, что происходит, и, как мы уже с вами повторялись, никто не знает, как обернется ситуация, какой из сценариев будет выбран для того, чтобы дальше события, да, шли своим чередом. А ты будешь отвечать на вопрос, если кто-то будет задавать? Конечно, буду. Но я отвечаю, мы можем сейчас отвечать на вопрос, а можем попозже. Ну, давай ты расскажешь. Аня говорит, сначала я расскажу, а потом я буду отвечать на вопрос. Хорошо, спасибо, Анна. Тогда я закончу со своими заметками. Хорошо? Спасибо. Да, это подготовить для себя, какие мы, какие можно выбрать методы для того, чтобы в подобной ситуации связаться со своими родными и близкими. Вот это то, что возникло у меня. В остальном, я думаю, что многие, у кого там, да, в основном завязан бизнес на этом, или какая-то коммуникация, точно так же для себя сделали определенные выводы. И, ну, в общем, это нужно в какой-то степени держать у себя в голове. Так, что я еще хотела сказать. Что есть также такая категория, такая категория людей, которые глубоко погружены, которые прям сидят и ждут. Вот прям, знаете, вот прям любое событие, что вот сейчас все, наступят эти дни отключения электроэнергии, не будет интернета, не будет там, не знаю, кто-то мне даже из ребят, с которыми я близко общаюсь, написали, что уже там поехали закупаться крупами там и всем остальным, что все, это, значит, был предвестник. И тем более, когда это уже, да, зависание начало переваливать за 2-3 часа, конечно, ну, как бы эти настроения, они начали тоже так повышаться, да, так увеличиваться их интенсивность. Здесь, как вот я только что в комментарии увидела, просто бегла, я абсолютно согласна, что самое главное, о чем нам нужно помнить, что, на что нам направить свой фокус, чтобы любые дальнейшие события развивались максимально гармонично и наилучшим для всего коллектива образом. И я также вижу сейчас и наблюдаю, что многие об этом забывают. То есть есть такой момент некоего раздражения и какой-то, уже знаете, когда вот это ожидание перерастает в озлобленность, и вместо того, чтобы там заниматься, да, своей жизнью, вместо того, чтобы делать то, что, да, в силах конкретно данного человека идет вот это, ну, такое, так скажем, я бы назвала это, наверное, негативное поле некого такого раздражения, когда уже там все это раскроется, когда уже вот это отключение по-настоящему произойдет, и все это сводится к тому, что, ну, в общем, это и вносит такой некий ореол все-таки каких-то негативных эмоций. Если вдруг кому-то из вас эта эмоция была знакома, да, или кто-то в себе... Кто-то немножко извелся уже. Ну что? Ты либо садись, либо садись. Все. Внимание, к вашему вниманию новый ребенок, который просто не может сидеть 5 минут даже нормально. И это нормально. Вот, и если вдруг вы себя на такой мысли поймали, старайтесь немного заземляться в каком плане? Вспоминать, что огромное количество людей абсолютно не готовы к даже вот такому отключению просто социальных сетей, да, там на 5 часов. И в этом плане я, конечно, сама бы очень была рада, если бы эти соцсети никогда бы снова не включились. Но, с другой стороны, я понимала, что огромное количество людей просто там лишаются, ну, возможности к существованию и возможности к коммуникации. И со мной очень срезонировала часть описания ситуации, которые давала Евгения Долгорукая, когда было упомянуто, что это была некоторая, так скажем, как тестовая ситуация, которая людям, не глубоко вовлеченным в осознание того, что происходит, им это было сигналом, чтобы, ребята, если вдруг подобная ситуация произойдет, и это будет на более длительное время, имейте, пожалуйста, какие-то альтернативные способы продолжать заниматься своим делом, альтернативный способ связи с родными и близкими, и альтернативный способ получения свежей какой-то информации. Вот такие у меня мысли были на этот счет. Вопросы почитаем? А ты хочешь еще рассказать? Ну, у меня есть, на самом деле, много чего рассказать, но я, наверное, знаете, как, ребят, просто еще появилось такое размышление по поводу того, что есть такая группа людей, которые воспринимают, что это вот этот global reset, да, который там вот этим экономическим форумом планировался, и есть некоторые разночтения, и не совсем, так скажем, и не совсем, я бы сказала, наверное, правильное понимание, что такое введение квантово-финансовой системы. Я на эту тему, давайте, наверное, сделаю отдельный эфир, потому что я его посвящу Нисара Джисара и квантово-финансовой системе, и объясню своими словами, чем это глобально, да, и в корне отличается от вот этой глобалистской перезагрузки. Отличий очень много, и просто нужно понимать, как, ну, в общем, в чем принципиальная разница и в чем схожесть, потому что схожесть тоже есть, и это то, на чем люди, некоторые начинают паниковать, думая, что это приведет к глобализации. Так. Ну, давай на вопрос отвечи. Давай. Нам пишет тут Юля, привет всем, мои хорошие, Наташка Ван Лав. Класс, да, Витик? Так, читаем дальше. Спрашивают, о чем речь? Мы размышляем о том, какая была реакция в коллективном сознании на вчерашнее событие отключения. А что вчера случилось? Вчера случилось, что на 5 часов перестал работать в WhatsApp, Facebook и Instagram, и никто не мог зайти. Только ты спала в это время, а я нет. Это когда утром? Нет, вечером, ночью. Ага. Ты спала, видишь, и до тебя не докатилась эта ситуация. У меня есть Facebook. У Ани есть Facebook. Вот так. Марина пишет. Благодарю. Интересно и радостно резонирует. Именно эти слова я отправила с утра подруге, которая в теме. Ну вот, Ира, кстати, ну, есть у меня такая прям группа людей, с которыми вот прям мы срезонировали одинаково. То есть именно чувствами были именно вот эти переживания. Так, читаем дальше. Роман. Ну, короче, вывод. Вас видят и пытаются манипулировать, делая вид, что это сбой такой технический, якобы, стечение обстоятельств. Делать вид, что это сбой такой технический, якобы. По-моему, честно говоря, я не знаю, по крайней мере, в своем окружении ни одного человека, который бы не понимал, что это не сбой. Я не знаю, на какой степени нужно быть, ну, не от этого мира, чтобы думать, что, ну, три самые глобальные социальные сети мира просто засбоили на пять часов. Ну, не знаю. Не в моем информационном поле. В моем информационном поле поняли все, что происходит, что-то глобальное. Так. Жанат Рахимов. Главное, чтобы все обладать человечество. Да, вот я ваш комментарий озвучила немного выше. Анна Степанов 6. Я тоже обратила внимание на это, только, по-моему, времени это было 11.11 утра. А, ты же говорила ночью. Ну, у меня же здесь разные люди есть, ребята из разных частей планеты, поэтому у кого-то было утро, у кого-то было... У нас была ночь, у кого-то было утро. Так, Индиго Лио, я сегодня впервые услышала про КФС, скажите, вы написали про крылышки КФС или вы пишете про ГФС, Галактическую Федерацию Света? Расшифруйте, пожалуйста, мало ли, может быть, вы все-таки про крылышки пишете? Не, ну, вдруг человек узнал о КФС, то, что там можно есть. Ну, я думаю, что вряд ли. У меня, скорее всего, узнали про Галактическую Федерацию Света. Но мы, на всякий случай, уточним. Да ведь? Мало ли, а то мы слишком скоропалительные выводы сделаем. Привет-привет, Даша. Мне кажется. Так, я подумала, что телефон заглючил, а тут такое, да, интересные реакции. Были интересные. Подожди. Кис Ирина, 65. Наташа, добрый вечер. Инет, фиг с ним. А что там по чуйке по поводу, якобы, нас оставят на долгое время без электричества? Я еще раз, ребята, давайте на этом остановлюсь. На следующем. Нет, не на следующем эфире. Я остановлюсь на этом сейчас, Аня. Это важно. Еще раз. Ребята, мы формируем свою реальность. На что будет направлен наш фокус, то мы с вами и проявим. Если большое количество людей с проявленными очень манифестскими способностями начнут думать о том, что нас оставят на большое количество времени без электричества, соответственно, это проявится в реальности. Поэтому, почему я захожу, когда в чат, кстати, чат открылся, мы открыли чат в телеграме к нашему каналу для тех, кто хочет пообщаться. Но там есть правило. Никакого негатива и никакого описания негативных сценариев. Это не потому, что я катаюсь на радуге и сижу в розовых очках. Это потому, что я понимаю, как работает проявление реальности и манифестация реальности. Поэтому, если кто-то будет активно продвигать подобный сценарий, сразу бан. И вообще, чем меньше вы об этом говорите, тем лучше. Поэтому каждый раз, когда вы слышите где-то, что какие-то пророчества, сейчас там все будет так, а потом иначе, мы живем здесь и сейчас. И мы в каждую секунду времени сейчас формируем ту реальность, с которой мы будем вместе жить. Именно поэтому я на своем блоге не публикую никаких вот этих вот моментов, связанных там с... В общем, я ничего негативного стараюсь не публиковать, потому что я знаю, как работают особенно неокрепшие умы. А очень много пробужденных светлых душ, которые позитивные, но которых очень легко угнать в негатив, поселить им какую-то заразу в башку, что будет вот так. И они будут сидеть и ночами не спать и думать, что это произойдет. Поэтому ни в чате, ни здесь вы не услышите никакого обсуждения негативных сценариев. Так, я не заметила ничего, расскажите что-нибудь про космос, спасибо. Я давайте эту тему подниму, наверное, на другом эфире, чтобы нам сегодня не смешивать несколько тем. Так, Жанат Рахимов, нужно уже купить радио на всякий случай. Вот опять же, да, вооружиться в плане хорошем, да, иметь возможность каких-то альтернативных источников, иметь некую такую базовую какую-то, да, оснащенность, круто, классно. Ну, прям сидеть и затариваться на 10 лет вперед, чтобы жить в бункере, вот это, вот это я не разделяю такой подход. Так, Мелания 15RG. Много завязано сейчас через интернет, отключение, это как-то нелогично. Ведь многие даже глобалисты теряют контроль над всеми, здесь что-то другое. Здесь опять же, ребят, возможны абсолютно разные сценарии. Но то, что я знаю точно, что то, что проходит сейчас с помощью сил светлых, с помощью дружественных нам любых сил, проявленных, непроявленных, любых абсолютно, будет делаться наилучшим, наиблагоприятнейшим способом для коллектива. Вот и все. Мы эту тему еще поднимем, когда я буду про квантовую финансовую систему эфир проводить. Неприятно это. Лично мне не так страшно остаться без интернета, а как связь с родными. И она, к сожалению, только через интернет. Опять же, ребят, не только через интернет. У нас есть телефонные линии связи, у нас есть возможность договориться спокойно, что если что-то вдруг, какой-то сбой, какие-то учения, давайте просто будем знать, в каком месте мы можем встретиться. Как говорила Настя Счастье, мне кто-то спрашивал, я, кстати, продублирую в сториз, что обменяться городскими телефонами, кабельными телефонами, которые не завязаны на интернете, например. Поэтому альтернативные просто варианты посмотреть, в себе куда-то это иметь в доступ и все. И никакую трагедию из этого не делать. Так, Гарипов Ренат Кинг. Какой же неинтересной жизнью живут люди, что отключение соцсетей для них что-то уникальное и страшное? Пора мне вырубать и в себе оценщика. Ну, по поводу, вот опять же, да, мы так любим оценить и осудить там про то, какой там жизнью живут или не живут. Для меня каждый человек живет интересной жизнью. Кто-то просто живет своей, кто-то не своей. И если у каких-то людей их жизненный путь активно связан с социальными системами, я не считаю, что этот человек живет неинтересной жизнью. Давайте поменьше вот этих осуждений. Каждый, давайте своей жизнью заниматься, так будет лучше. Тина в свет. Мне было интересно, насколько это затянется. И в связи с тем, что такое все-таки возможно, и нам показали это, решила, что наличку нужно все-таки иметь. Вот видите, каждый как-то приходит, да, к своему... Ты тебя думала, что ли? Ты тебя думала? Каждый приходит к своему какому-то выводу, и это хорошо. Так, Сюзанна Санникоуч. Спасибо, Наталья, что держишь нас в тонусе, а то периодически выбивает. Нужно мыслить конструктивно, это факт. Я, я, это, мне радостно, что мои рассуждения могут, ну, кому-то, может быть, стабилизировать ситуацию, потому что я сама через какие-то качели прохожу и понимаю, какие можно испытывать, да, перепады и перевесы. Телеграм тоже падал, у них свои сервера. Телеграм, я думаю, сложности с Телеграмом возникли из-за того, что за вчерашний только период появилось 50 миллионов новых пользователей. Как вы считаете? Конечно, я думаю, что у них именно с мощностями случился перевес, перегруз. Так, Индиго, Лио, класс. Я давно общалась с кем-то поговорить о таком, особенно про то, что после пробуждения записываю по совету. Такое интересное. Да, мы про Галактическую Федерацию Света пообщаемся в другом эфире, потому что, опять же, ребят, что я сейчас кратко, да, такое лирическое отступление. Это этап, который нужно быстренько осознать и двигаться здесь и сейчас. Мы с вами жители планеты Земля, мы с вами люди, люди сейчас, вот. То, что у кого-то появляются воспоминания о других воплощениях, о других планетах, это круто, это классно. Но это круто и классно, когда вы можете применить эти воспоминания к своей нынешней жизни. Это вот, знаете, как, к примеру, да, вот мы с Аней уроки делали, да, и я стараюсь ей объяснять что-то, применяя к ее жизни. Да, если не объяснять, то это получается, к чему это знание? Вот, поэтому я уже в какие-то свои дебри, там, размышления ушла, потому что у меня тоже был вопрос в личных сообщениях. И не один раз по поводу, там, воспоминания прошлых воплощений, по поводу контактерства. И это может уводить фокус с того, что происходит здесь и сейчас. Вот, просто обращайте на это внимание, пожалуйста. Следопыт Шико. Почему в третий раз пропускаете мой вопрос? Почему ваш эфир начался в 7.11? Многие темные притворяются светлыми. Так, короче, следопыт, прям можете отключиться сейчас, потому что вам надо что-то срочно сделать, ну, как бы, не знаю, ну, по-моему, с головой. У меня сейчас время 11.11. У меня разница с Москвой, во-первых. Во-вторых, если вы делаете выводы о том, человек светлый или темный по времени эфира, в который он начал, я думаю, что вам точно не сюда. Я здесь стараюсь все-таки делиться и вдохновлять людей, как чувствовать сердцем. Если для вас явилось фактором моей темности время начала в 19.11, то... Гудвай. Чё, возмущается? Ну, там люди не совсем адекватные просто. Так. Просто как можно не заметить, если у другого, другое время, он жив в другом городе или в стране. Ну, вот видишь, человек видит то, что он хочет увидеть. Правильно же? Он же не думает о том, что, возможно, человек в другом часовом поясе. Но ему надо же притянуть за уши. Ах, ты начала в какое-то дьяволическое время свой эфир. У меня голос как... это... Нет, это я изображаю вдруг там... Нет, нет, у меня голос какой-то это... Какой? Ну, хриплый. Немножко. Это из-за того, что я... Вслух читали мы с тобой фантазёров, потому что... Нет, это давно. Я... Я... Когда командиром стала, я начала кричать, чтобы никто сам не кричал. А-а-а. Когда учительница говорит. Понятно. Ну вот. Аня просто поделилась своим достижением. Так. Милания 15RG. Кстати, да, об этом говорили практически все и везде. Запрос на отключение прошёл. Главное – спокойствие. Проняева Ирина. Надо становиться хозяевами своих мыслей. Мысль творит реальность. Абсолютно верно. Мы, кстати, часто тоже об этом говорим. Почему мне так близки зороастрийцы и их мировоззрение. Потому что у них главный постулат, на котором вообще строились... Ну, строится зороастризм – это хорошие мысли, хорошие слова и хорошие действия. Так. Свет растворяет тьму всегда. Не растворяет, а преобразует. Я бы так это назвала. Так. Индигофлю. А как же данные в гугл-дисках, фото, книге, обучение? Точно так же, ребят. Это тоже Настя, кстати, счастье говорила. Я поддержу её в этом. Находите способы на жёсткие носители переносить всю информацию. Всё, что для вас важно, всё, что для вас несёт какую-то... Ну, реально информационную значимость нужно переносить на жёсткие носители. На флешки, на хард-драйвы, на дискеты, возможно. Я не знаю, там, чем конкретно пользуетесь вы. Так. Дальше. Ерёменко, 96.15. Ваша дочка светлая, очень сильная энергетика. Это моя племянница. Но мы с ней очень близки. Да, и, кстати, я, когда рассказывала про своё путешествие в 5D, я, там, один эпизод, я рассказывала о том, как мы с Аней разговаривали на берегу океана. Помнишь? Мы с тобой разговаривали. Вот. Это вот я про Аню рассказывала. Так. Чё? Племянница. Да, это моя племянница. Так, Incredible Ascent. Наталья, ещё в начале года временные отключения электричества связывались с какими-то зачистками. И также готовили к раскрытиям и так далее. Не преувеличено ли сейчас временное отключение соцсетей? Ещё раз. Я высказываю своё отношение к этому. Для меня лично не имеет значения, насколько по времени это отключит. Отключит ли его вообще или ничего не произойдёт. Я сейчас здесь делюсь своими впечатлениями, в первую очередь, радость за свою личную реакцию, что для меня это не было каким-то ударом или меня это не повергло в панику или в стресс. И меня порадовала реакция того информационного поля и коллективного сознания, в котором я нахожусь. Вот это единственное, чем я хочу, по большому счёту, поделиться. И от того, что, да, действительно, когда мы понимаем, что мы независимы от этого, особенно эмоционально, это самое главное. Так, расскажите, пожалуйста, что такое квантовая финансовая система, хоть приблизительно, в двух словах. Я не буду в двух словах это говорить, потому что извернут, исковеркают, это я уже проходила. Поэтому я сделаю на эту тему отдельный эфир и подробно об этом расскажу. Наташа, где ты сейчас? Давай, говори, отключай. Она в городе Кемерово. В городе Кемерово, я сейчас. Да, приехала к родным. Приехала к родным? Да. У меня здесь мои родные и семья. Я сейчас. Давай. Возвращайся, Анна Сергеева Вадимовна. Да. Так, по поводу, как такая резкая будет легче, ребят. Я такая, какая я есть. И я никогда не, никогда не гнобила себя, не, я такая, какая есть. И я счастлива и здорова именно потому, что я проявляю то, что у меня есть на душе, то, какой я хочу быть. И мои проявления никаким образом никому не вредят. Вот. А если кому-то вредят, то это, скорее всего, ваша проблема, а не моя. Так, Женя пишет. Наташа светлая и мягкая. Кто? Красота в глазах смотрящих. Так, Ксения Чиж. Вопрос. При электромагнитном перепаде флешки не сотрутся, у меня дохнет техника. Я не знаю, ребят, возможно, что сотрется вообще все. Здесь, опять же, разговор о том, насколько, как бы, мы привязаны. И вообще, в принципе, к материальному, к информации. Потому что, ну, просто, вот я предположу, что у меня сотрется вся, например, ну, все мои данные. Ну, окей. Работаем с тем, что есть. То есть, все, воспринимаем себя, окей, сейчас у меня дано, у меня больше нет никаких информационных носителей. Что я буду делать дальше? Вот и все. Так, расскажи, пожалуйста, нам, что там с зимней вишней. Давайте не будем об этом разговаривать, потому что это вообще не в тему здесь. Так, вы классная и открытая. Спасибо большое. Мне жалко. Так, что, еще подождем, вдруг нам еще вопросы зададут, и будем закругляться. Как вот вроде. Как относятся ваши родные к вашим знаниям? Моим лучше даже не говорить, что со мной происходит. Ну, в моей семье я белая оборона, так скажем. Плюсом ко всему, со старшей сестрой у меня, ну, как бы, конфронтация. То есть, я стараюсь не, ну, как бы, я стараюсь на эту тему даже не разговаривать, потому что у старшей сестры у меня резкая, резкая, очень реакция. А с младшей? А с младшей у нас дзен-буддист. Младшая сестра у меня говорит, вот там вся эта ваша эзотерика и все. Ну, в общем. Она научная. Она, да. Аня говорит, она научная. Но она не верит. Индигофлю. Я заметила, насколько быстрее работают мысли, и исцеление происходит легче и быстрее. Опять же, я буду повторять, ребята, я, наверное, в каждом эфире, об этом очень подробно говорит Валентина Миронова. Ой, что у нас, короче, все поломалось. Спонсор, спонсор нашего штатива Facebook. Так. Индигофлю. Хорошо, спасибо, что уточнили, потому что я многие, многие, многие никнейми читаю неверно. Так, ну что, мы будем закругляться, Анна, Вадимовна? Ну, давай еще. Еще хочешь пообщаться? Ну, какие темы? Да. Ну, не знаю. Ну, если нам сейчас зададут вопрос, мы пообщаемся. Так. Как думаешь, Адриночек пишет, как думаешь, связана ли проверка системы оповещения со вчерашним сбоем? Ой. Аня, у нас все поломалось, ну, ешкин кот. Так. Так, секунду. Во. Связан ли, так, я считаю, что, возможно, да, возможно, нет. 50 на 50 у меня пока, не знаю, ничего не могу сказать, врать не буду. Марина Павлич. Как сказала Мариночка, время белых ворон, ой, Миронова, у меня, Марина, читаю, Мариночек сказала. Как сказала Миронова, время белых ворон и их объединение. Я с этим соглашусь. Телеграм в шапке профиля, да, ссылка на телеграм есть у нас в ссылках. Incredible Ascent. Спасибо за эфир, Наталья, воодушевляешь. Все, ребят, все круто, классно. Следующий эфир, давайте прям я две темы начну готовить. Галактическая федерация света, расскажу про свой опыт, да, того, что ко мне приходило и как я быстро, да, начала двигаться дальше и поняла, что с этим делать. И расскажу обязательно про Ниссара Джиссара. Точно так же, ребят, мне это показывали в моих мыслеобразах. Поэтому тоже этим поделюсь и попытаюсь вам донести, что, в чем зерно этого. Хорошо? Все сердечки. Всем сердечки. Аня, ну скажи камеру-то пока. Скажи всем благодарность за эфир. Что за стеснение? Ну ты скажи, ну как мы с тобой читали, давай, по ролям, чтобы горловую чакру нам открыть? Представь, что это твои друзья, представь, что это Лера там. Ну я скажу тогда пока, Лера. Все, ребят, пока, Лера. Все, это спасибо за эфир. Спасибо за эфир. Все, пока. Я не стесняю тебя.